Всем респект, братва! С вами Радио 120 Гигабайт, и я всех поздравляю с тем, что наступило лето. А значит, по новым интересным релизам у нас полная засуха, и придётся рассказывать о какой-то хуйне. Сегодня у нас на повестке дня массовое помешательство огромного количества не самых интеллектуальных людей на игре, которую игрой-то назвать стыдно. Это всё равно, что назвать меня игровым блогером. Короче, да, сегодня мы обсудим кликер про банан и попробуем разобраться, какого мать его хрена он бьёт рекорды по онлайну в стиме. Спойлер, потому что этот мир беспощадно потерян, и в нём слишком много не самых умных людей. Некоторые люди просто б***ь тупые. Если честно, то да, в последнее время мне кажется, что наш мир в целом и игровая индустрия в частности идут куда-то не туда. Ну, посудите сами. Sony творят херню, пили, сука, на котором сами сидят, делают в играх привязки к PSN, из-за этого ограничивают их продажи в различных регионах, да и в целом не делают каких-то новых интересных игр. Microsoft вроде они гигачадят, с Филом во главе сделали очень хорошую презентацию, в этом году, наверное, лучшую. Но всё равно при этом закрывают различные не самые дерьмовые студии, так что по факту они тоже творят херню. И Ubisoft творят херню на херне, что уже еле дышит и отчитывается не первый год, как у них всё плохо. Nintendo вот особо не отсвечивают, но это только потому, что они всегда херню творили. И сейчас её просто не больше и не меньше. Всё это подкрепляется огромным количеством сратеньких игр-сервисов, умирающих через пару месяцев после релиза. Срачи вокруг повестки в играх, без которых, по-моему, уже игры не выходят. И горой другого разнообразного дерьма. И я прекрасно понимаю, что вам, скорее всего, во всех этих бедах очень хочется винить разработчиков, издателей, живой воинов и так далее, и так далее. Но знаете, когда я смотрю, что за херню творят сами геймеры, закрадывается мысль, что в общей деградации виноваты по большей части именно они. И ситуация со взлетевшим онлайном кликера про банан один из самых ярких примеров. И да, я провёл в этой игре целых 4 с лишним часа, так что у меня есть, так сказать, игровой опыт и есть, что вам поведать. Но перед тем, как я расскажу вам все подробности, я, конечно же, в очередной раз вам напомню, что если вдруг у вас есть откуда-то непреодолимое желание поддержать канал, вы можете подписаться на мой бусти. Также не забывайте про твич, где проходят, между прочим, стримы практически каждый день и наш телегу. Подписывайтесь, проявляйте активность, как настоящие гигачады, а мы, наконец, начинаем. Погнали! И перед тем, как я начну рассказ про банановое безумие и свой, так сказать, игровой опыт в этом кликере, я хочу сделать небольшую ремарку. Все вы знаете, что сейчас огромное количество не самых умственно развитых особей тапают хомяка на своих телефонах в надежде на быстрое обогащение. А если вдруг не знаете, то знайте, что, во-первых, это такой мобильный кликер, где люди, кликая по хомяку, зарабатывают виртуальную внутреннюю валюту, которая в будущем должна выйти на криптобиржу и озолотить владельцев. Ну, по их мнению. Хомик, який курва вайны. Ну и, во-вторых, лично по моему мнению, страдают этим люди, не сильно одаренные интеллектом и не понимающие, что чем их больше, чем больше у них этой валюты, тем меньше ее цена будет на старте. И в итоге вот эти просранные часы, дни, недели на тапне этого сратого хомяка превратятся в 100-200 рублей на их криптосчете, которые еще надо как-то умудриться вывести. Черт, столько тупых ублюдков ходят вокруг. Бля, да тут школьник недавно вообще в психушку ехал, потому что не высыпался, ибо ставил будильник, чтобы потапать хомяка лишний раз. И как вы думаете, это признак великого ума или великого долбизма? Это был риторический вопрос. И если вы меня сейчас спросите, а зачем ты нам все это рассказываешь, мы же тут про банан говорим, то я отвечу. Потому что так надо. Дело в том, что именно хомяковый бум, по моему мнению, является причиной увлечения этим сраным бананом. Итак, что же такое этот банан и что вообще происходит? Я банан, я, я банан, банан. В начале этого месяца в семье появился кликер, где вы можете просто кликать на банан. И казалось бы, ну и что такого, кому он будет нужен? Кто будет кликать на банан и зачем? Ведь в этой так называемой игре, в отличие от того же хомяка, нету ни анимации, ни музыки, ни звуков. Нету ни хуя. Вот просто ни хуя. Однако, буквально через пару недель игра становится хитом по онлайну в Steam. Начинает догонять. А потом и перегонять по онлайну самые хитовые игры, такие как Dota 2 и Counter-Strike. И я долгое время не понимал, в чем вообще здесь прикол. А зачем, а почему, а нахуя? И вот немного покопавшись и почитав в этих ваших интернетах, я выяснил, что такой большой онлайн и общая популярность складывается из трех составляющих. И первое, эта игра абсолютно бесплатна, и ввиду практически полного отсутствия графики, может запуститься на любом говне. А это, между прочим, очень важный момент. Школолох, который не может апгрейдить свой старый всратый ПК в свидях и десятилетней давности, который на каждую новую игру ноет, что все игры лагают и дорого стоят, это яркий представитель бомжи-геймеров, которые очень хотят много денег на халяву, но работать они не могут, либо по закону еще рановато, либо не умеют, либо, ну, просто не хотят. И люблю целый день сидеть дома. Вот отсюда у нас вторая составляющая, деньги. Да, дело в том, что в этой бесплатной игре выпадают, типа, скины на бананы, которые можно продавать на торговой площадке. Ну, так же, как мы делаем со скинами в других играх, например, в том же самом Counter-Strike. И некоторые из них стоят таких денег, сколько школу лохи в своей жизни ни разу не видели. Цены доходят до нескольких десятков тысяч рублей. Мне нужны мои деньги, ты поняла меня, блядь? Я убью тебя, слышишь? Я найду и убью тебя! Все, давай, мам. Я пока опущу тот момент, что эти скины, блядь, даже нельзя применить в этой игре, они просто лежат у нас в инвентаре. А сейчас мы с вами перейдем к третьей составляющей, а именно непроходимая человеческая тупость. Благодаря которой люди думают что-то вроде, ну вот бесплатная игра, и мне ничего не надо делать, кроме как запускать ее, чтобы фармить все бананы, которые я потом продам, на торгую площадке с богатею. Присмотритесь, задумайтесь о том, насколько туп среднестатистический человек, а затем прикиньте в уме, что половина из них еще тупее. И вот с помощью трех этих составляющих, которые сложились вместе, в стиме теперь пустой кликер, где нет не то что геймплея, там нет звуков, нет графики. Там просто банан и циферки. Вот это дерьмо у нас теперь на первом месте по онлайну в стиме. И попробуйте мне после этого сказать, что не сами геймеры виноваты в том, что нас кормят говном. Что вокруг засилие около казиношных игр сервисов, что никто теперь не старается над играми. Ну давайте, скажите мне это, а после этого... И да, если вы сейчас попробуете мне возразить, сказать что-то вроде, мол, ну ты дурак что ли, ты что выгоды не видишь, а? То я вам сейчас объясню, почему никакой выгоды тут нет. И это просто великовозрастный идиотизм, и людям реально нечем заняться, они страдают полнейшей херней. Для того, чтобы лично в этом убедиться, я провел один из самых величайших стримов в своей жизни, где почти 3 часа кликал на этот блядский банан. Кстати, да, подписывайтесь на твич, чтобы не пропускать такие пахальные стримы. В процессе самого стрима я выяснил следующее. Во-первых, кликать в игре не обязательно, даже сидеть в ней походу не обязательно, надо просто раз в несколько часов ее запускать. Я правда не утверждаю на 100%, что клики ни на что не влияют. Может быть они влияют на качество выпущенных бананов, может быть нет, это мы выяснить так и не смогли. Однако, если игру действительно надо просто запустить там раз в несколько часов, тогда ситуация уж совсем ненормальная. Либо активных игроков у этой игры так много, что даже из таких вот запускающих игру на одну минуту складывается вот такой вот огромный онлайн почти в миллион пользователей. Либо все тупые и не знают, что сидеть в игре не обязательно, впрочем одно другому не мешает. Сколько по-настоящему тупорылых людей может вам подстричаться в течение дня? Второе, что я выяснил, дроп бананов очень-очень редкий, и примерно раз в три часа вам дропается одна-две штуки. Мало! Больше, плиз, мало, очень мало! И да, за все это время мне выпали только самые всратые бананы, цены которых были от 9 до 40 копеек. Более того, цены за один день упали процентов на 30. Ведь тем больше людей играет в эту игру, тем больше карточек выпадает, тем больше у них владельцев, тем больше их на торговой площадке, и тем ниже у них цены. Однако даже если опустить момент с падением цен, и взять самые высокие, которые были за всю историю этой, блядь, игры, то цена всех выпавших мне карточек, если бы я их продал на торговой площадке по максимальной цене, все равно бы составила меньше 20 рублей. Я, блядь, на электричество денег потрачу больше, когда включу свой компьютер. Да деньги. Чечня, я хуйня. Мамкины бизнесмены сейчас скажут, ну это просто тебе не везло, тебе не выпадали дорогие карточки, вот ты и бесишься. Но дело в том, что шансы получить дорогую карточку настолько малы, что все адекватные и здравомыслящие люди предпочтут забить хуй на дрочного банана и пойдут заниматься чем-то более полезным и интересным. Ну смотрите сами. Берем 10 самых дорогих карточек. Их цена действительно впечатляет. Самая дорогая стоит 103 тысячи рублей. Самая дешевая из этих 10 карточек тоже стоит неплохо, 3 700. Но посмотрите на их количество. Оно варьируется от 3 до 30 штук. А теперь подумайте, сколько же активных бизнесменов у этой псевдоигры? Десятки миллионов, учитывая, что онлайн почти один лям, а игру даже играть-то не надо. В ней не надо сидеть, ее надо просто запускать. И вот как вы думаете, насколько велика вероятность выбить дорогой банан? Я отвечу вам словами классика. Возможность крайне мала. И чем больше хайпа этой игры, тем ваши шансы выбить что-то стоящее меньше. Чем больше хайпа этой игры, тем меньше стоят карточки. Чем больше мамкиных бизнесменов появляется, тем меньше их заработок. Какая черта математика, я полюбила мальчика. Что мы имеем в итоге? Массовую истерию, которая даже хуже, чем хомяк, как по мне. У хомяка хотя бы была графика, был звук, было хоть какое-то оформление. Тут же нету ничего. Даже скины, которые выпадают, никак нельзя в игре применять. В этом безумии нету никакого смысла. Кроме призрачного шанса заполучить заветную карточку за 100к. Да проще купить билет в лотерею в надежде на выигрыш. И вы мне скажете, ну билет же, он за деньги продается, а тут прям халява, игра бесплатная. Никаких вложений, я ничего не тратю. Тратишь, дружище, тратишь. Во-первых, ты тратишь свое драгоценное время, которое мог бы потратить на что-то более полезное. Во-вторых, ты тратишь электричество, которое не окупит эти копеечные карточки. И в-третьих, ты тратишь последние остатки рассудка и индивидуальности. Превращаясь в часть стада надеющихся на халяву мамкиных бизнесменов. Которые так ничего в жизни и не добьются, надеясь на счастливый случай и халяву. И вот именно такое большое количество подобных людей является причиной, почему нас кормят говном. Потому что огромное количество готово это говно потреблять и причмокивать. Ведь одним бананом дело не ограничивается. Вон уже другие подобные кликеры набирают популярность про огурец, про яйца, котов и так далее. И вот после всего такого, разве стоит вообще удивляться, что крупные издатели держат нас всех с лохов и дурачков. Все это очень грустно. Спасибо, что досмотрели до конца. Не забывайте подписываться, ставить лайк, если вам понравилось видео. Обязательно пишите комменты, что вы думаете по поводу всего этого безумия. Если вы жесткий актив, не забывайте про бустер, телегу и твич. Обязательно подписывайтесь. Ссылочка на все это добро есть в описании. Ну а я пошел восстанавливать ментальное здоровье после погружения в этот идиотизм. Жестких всем респектов и не тратить свое время на хуйню. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok